Здравствуйте! Мы с вами находимся в закулисе телерадиокомпании «Витебск». Сейчас пройдем через павильоны. Вот это вот все. Сегодня, кстати, 27 октября. Понедельник. Вечер. Вечер, которого ждали многие. В том числе наша съемочная бригада. Ведь именно сегодня выходит в свет наш новый проект. Проект телеканала «Витебск» под названием «Вечерний Витебск». Это небольшое телевизионное кафе, в котором мы будем обсуждать новости сегодняшнего дня и чем сегодняшний день запомнился жителям нашего города. Мы работаем в прямом эфире. Моя фамилия Назаренко. И мы начинаем. Добрый вечер. Вечерний Витебск. К запуску этой программы, а также к запуску телеканала «Витебск» готовилось огромное количество людей. Все переживали, нервничали. Пенсионеры жаловались на то, что в аптеках нашего микрорайона закончился новопосит и валерьянка. Но, тем не менее, мне кажется, мы это сделали. О том, как мы готовились, и о том, что будет, давайте мы посмотрим в нашем сюжете. Микрофон включен. Мы в эфире вот уже несколько часов. Первый областной телеканал – телеканал «Витебск». Идею его создания еще осенью прошлого года поддержали и Белтеля радиокомпания, и Витебский областполком. Еще бы, ведь когда-то с 1997 по 2003 в области вещал небезызвестный 6-й ТВК. И нынешний проект – его наследник и продолжатель. Телеканал «Витебск» является продолжением 6-го телевизионного канала, потому что все те люди, которые сейчас запускают телеканал «Витебск», практически все работали на 6-м телевизионном канале. И база профессиональная, она именно идет оттуда, от 55-летнего опыта и от 55 лет работы вообще витебской студии телевидения. Долгое время эфир на канале заполняли сетевые партнеры, в частности, телеканал «Мир», а программы собственного производства журналисты телерадиокомпании «Витебск» размещали на других каналах. Но теперь зрителям не придется щелкать пультом в поисках, к примеру, местных региональных новостей. Первый областной телеканал уже в эфире. Этот проект на протяжении почти года готовили к старту журналисты, операторы, режиссеры, техники, дизайнеры. Из сегодняшнего дня мы предлагаем зрителям области только собственную продукцию. Более 17 часов в сутки эфирного времени. Ставку журналисты делают на новости. Они будут выходить каждый час. Появились даже дневные выпуски в стиле «Без комментариев». Причем программа «Витебский вестник» будет чередоваться с прямыми включениями из студии «Радио Витебск». В воскресенье на нашем канале итоговый выпуск новостей программа «Семь дней». На протяжении часа мы напомним об основных событиях, которыми жила область всю прошедшую неделю и заглянем в будущую «Семидневку». Кроме того, каждое воскресенье мы будем приглашать в эту студию одного из корреспондентов «Витебского вестника», чтобы зрители из первых уст услышали интересные подробности, которые остались за кадром. Все это программа «Семь дней». Телезрители ожидают и другие абсолютно новые проекты. Диалоги об искусстве, время, арт. Это литературные, музыкальные, живописные истории. Теле-афиша, путеводитель по культурным событиям Витебска. Познавательная развлекательная программа для самых маленьких, абра-кадабра. Молодежное ток-шоу «За дело» в новом формате. А также уникальный проект, посвященный 55-летию Витебской областной студии телевидения. А каждый вечер в прайм-тайм на новом канале будет выходить программа в жанре телевизионного кафе «Вечерний Витебск». Разговор в прямом эфире не ограничится заданной темой. За чашкой чая или кофе здесь можно будет обсудить прожитый день, поделиться мыслями, о чем-то поспорить. До первого эфира всего несколько часов. Ведущий программы Александр Назаренко умело скрывает волнение. А может быть, и вовсе не волнуется. Но именно он сегодня открывает вечернее шоу на новом телеканале. Это программа местного своего родного телевидения, которая выходит в прямом эфире, которая рассказывает о том, что произошло именно сегодня, в этот день, рядом с нами, рядом с человеком, который ехал на троллейбусе, в автобусе, который ехал на машине, стоял на остановке. Это, мне кажется, очень важно. Не где-то там. Ведь у нас у каждого есть интернет, и каждый знает, что где-то там. А нет, а жизнь, она рядом с тобой. У программы «Вечерний Витебск» будет 10 ведущих, и каждый из них сможет приглашать в студию самых разных людей и готовить для зрителей свои сюрпризы. Нам хочется, чтобы зрители стали не только зрителями, но в какой-то степени и участниками данного проекта. Поэтому мы сделали так, что любой желающий сможет прийти заранее и поприсутствовать на эфире, непосредственно в этой студии, и увидеть своими глазами, как создается программа. У начинающего журналиста Ивана Паюченко работа поинтереснее многих. То, чем другие занимаются в свободное время, он использует для дела. Как продвинутый пользователь, Иван практически всегда в сети. Там же, на просторах всемирной паутины, уже есть информация о новом телеканале «Витебск». Можно сказать, теперь мы постоянно онлайн. На данный момент у нас существуют группы в самых популярных социальных сетях. Там мы будем выкладывать некоторые записи из нашего эфира. Там можно обсуждать, можно использовать, кстати, наш официальный хэштег «ТВ Витебск». И тогда поиск информации, в том числе и с моей стороны, будет проще. Я очень надеюсь на то, что зрители будут присылать видео, фотографии, которые у них есть, может быть, которые они хотели бы показать всем. Если это интересно, мы обязательно это покажем. И это далеко не единственная техническая новинка телеканала «Витебск». К его старту отремонтированы студийные павильоны, построены новые декорации, закуплено современное профессиональное освещение. Технически мы ввели в оформление также видеостены. Это возможность по-новому общаться с телезрителем, делать интерактивные какие-то включения, по скайпу связываться с областными центрами и с районными центрами нашей области, делать прямые включения с каких-то событий, которые будут проходить напрямую в Полоцке, в Орше, в Браслове, в Поставах. Можно сказать, новый телеканал «Витебск» будет ближе к своему зрителю, ведь он и задумывался как местный, семейный и домашний, рассказывающий о людях, живущих рядом с нами. Сегодня у каждого есть телевизор, и у нас дома как минимум несколько десятков каналов. Казалось бы, зачем еще один канал нужен? Но мне кажется, что очень важно, чтобы именно в пакете вот этих многочисленных каналов зарубежных, российских, украинских, был обязательно свой местный, домашний телеканал, который рассказывает именно про жизнь твоего региона, твоей области, где мы живем, который рассказывает про тех людей, которые живут с нами рядом. И мне бы очень хотелось, чтобы новый телеканал «Витебск» именно и был таким домашним семейным каналом, который рассказывает про нас и работает для нас. Остается лишь добавить в пакете кабельных операторов смотрите телеканал с логотипом «Витебск». Хочу, естественно, поблагодарить тех людей, которые делали этот сюжет. Спасибо вам большое. Сейчас бы я хотел представить еще одного человека, который работает над данным проектом. Дело в том, что сейчас новости мы, конечно, узнаем не только из телевизора. У нас у всех есть интернет. И в нашей программе есть человек, который будет заниматься как раз-таки вот этими интернет-новостями. Это Ваня Паюченко. Ваня, привет. Тебе, естественно, расскажи, пожалуйста, о том, что ты будешь у нас делать, чем будешь заветовать. В двух словах, у меня очень удобная функция, потому что я буду делать то, что обычные люди делают в свободное время либо на работе, пока не видят начальник. Я сижу в социальных сетях, через меня проходят абсолютно все новости, которые тем или иным образом связаны с «Витебск», с «Витебской областью». И те из них, которые покажутся мне наиболее интересными, я обязательно покажу нашим зрителям. Если у вас, уважаемые зрители, есть какое-то видео либо фотография, сделанная на смартфон, вы можете поделиться с нами. Для этого достаточно зайти в наше официальное сообщество, в любой из самых популярных социальных сетей. Туда можно загрузить фотографию, можно ее просто пометить нашим хэштегом, и мы обязательно ее увидим. В общем, процесс максимально упрощен. И сейчас я хочу показать несколько новостей, которые на данный момент нам уже прислали зрители, и с тобой их обсудить. Для этого тебя приглашаю к своему ноутбуку. Отлично, давай. Фотография, которая за последнее время в «Витебске» набрала огромное количество просмотров. Я думаю, это понятно, почему скоро приблизительно весь город будет выглядеть таким образом. Самый яркий комментарий, который я видел под этим снимком, это «Тети купались, но замерзли». В общем... Это памятник, который символизирует слияние трех рек. Это лучосы, видбы и, собственно говоря, западной двины. Три женщины. А вот еще один памятник, кстати, только на этот раз памятник моему кабинету. Дело в том, что у меня отопление еще не включили. И, в принципе, вот как-то так сейчас это все выглядит. Но если серьезно, конечно, эта фотография сделана где-то под Витебском. И в ближайшее время, я думаю, что приблизительно на всех снимках будет что-то очень похожее на это. А теперь предлагаю посмотреть внимательно на эту девушку. Ей 20 лет, ее зовут Валерия. Она учится в Полоцком университете. Но ты никогда не угадаешь, чем она занимается в свободное от учебы время. Есть предположение? Она ловит пьявок. Вполне возможно, но если я покажу тебе вот эту фотографию, на которой запечатлена все та же Валерия, так вот, перед тобой, мой друг, чемпионка Беларуси по гиревому спорту. Она подняла 16-килограммовую гирю в 75 раз. Как тебе такой неожиданный поворот? Ну, это двояко, конечно, потому что... Потому что... Ну, не страшно зато ходить по темным районам в Полоцке. Какую ты предпочтешь фотографию? Эту, эту или эту? Ну, конечно, первую. А вот это видео снято на платформе железнодорожного вокзала в Витебске. Это целая рота солдат. И, впрочем, здесь предположений у меня несколько. Что они делают? Во-первых, сейчас идет осенний призыв. Это болезненная тема для многих юношей, кому еще не исполнилось 27. Впрочем, пассажиры, которые выходят из поезда, на данный момент, по-моему, недоумевают вообще, что происходит. Но в любом случае очень много людей вот вспышки есть, которые это все снимают. Ну, это я хочу сказать, что это... Видно, что это далеко не мальчики, не призывники. И, судя по всему... Все гораздо серьезнее, да? Да, это краповые береты. И, мне кажется, ребята у нас в Витебске готовится встречать скорый поезд в Амстердам-Витебск. Интересно, что же будет, когда он приедет? Надеюсь, я этого не увижу. Встречают гостей из Амстердама. В общем, уважаемые зрители, если вы снимете тот момент, когда гости из Амстердама приедут в Витебск и их встретят такие бойцы на платформе, я хочу, чтобы это попало в нашу передачу. На сегодня у меня все. Спасибо. А пока мы смотрели любопытное видео от Вани, в нашей студии появились две очаровательные барышни. это Наташа Мишурна и Наташа Ломоносова. Сейчас я загадаю желание. Все, девушки, с чем вы пришли? Расскажите, пожалуйста, и какую вы роль будете играть в нашей программе. Вот. Мы пришли, во-первых, не с пустыми руками, мы принесли чаек и тебе, и себе, чтобы нам было тут поуютнее. Ну, и, конечно, вот мы пришли не с пустыми руками. Да, мы принесли вот эти вот фотографии старые. Это фотографии из нашего телевизионного архива. Я покажу, пока Наташа будет говорить, а я буду показывать. Ну, они черно-белые, старые. Вот мы готовились к этой программе, много говорили о телевидении, много смотрели таких фотографий. На самом деле это всегда очень приятно, покопаться в каких-то пыльных коробках, в сундуках, посмотреть старые семейные альбомы, потому что сейчас уже, наверное, мало кто оформляет альбомы. Ну, вот это 71-й год я вижу, вот это 70-й год. Да, это фотографии, ну, на самом деле фотографии нашей студийной, это история наша, студийная, это люди, которые на самом деле здесь работали, это техника, которая на самом деле здесь использовала. Теперь, конечно, ее уже нету. Ну, на дырак металла, это же понятно. Есть даже люди, которые сейчас здесь работают. Да, да, да. Что особенно приятно. Да, да, да. Это вызывает самые радостные эмоции. Ну, давайте сейчас, знаете, вспомним, потому что мы же предполагали, что в нашем проекте люди, которые будут приходить, они могут переносить фотографии, которые им дороги. Да, вот нам бы очень хотелось. Да, мы именно с этой точки зрения и несли эти фотографии, чтобы наши зрители могли посмотреть и тоже понять, что вот те, кто будет к нам приходить, чтобы они приносили фотографии, которые им дороги, о которых мы можем поговорить, о которых мы можем обсудить, и чтобы такая вот какая-то теплая ностальгическая нотка вот все-таки у нас в передаче, она все-таки стала. Ну, на самом деле у каждого есть какие-то приятные мгновения жизни, приятные моменты, и это тоже, и из этого складывается тоже история нашего города, история людей. Ну, надо сказать, я не знаю, просто как остальные гости вы принесли, я не знаю, принесут остальные или нет, но я тоже думал, что, ну, раз сказали надо фото, значит, надо фото. Я с мужской частью нашей съемочной группы обсуждали, мы спорили, что давайте мы от всех, от всех подарим что-то. Это фотография, которая каким-либо образом, она, может, повлияла на нашу жизнь, и как бы мы решили, что пускай это будет фотография Памелы Андерсона. Давай я покажу зрителям. Я понимаю, что, может быть, многие люди в таком виде и не узнали Памелу Андерсона, но это она. И пускай это фотография от мужской части, потому что, я думаю, что, может быть, когда-то она тоже повлияла. При этом может стать, что это мгновение твоей жизни тоже. Абсолютно верно, да. Пускай она тоже займет место в нашей студии. Тоже небольшой талисман. Да, знаете, если честно, я бы выбрал рамку побольше. Ваня, ну, мы вернемся к этому вопросу. Учтите, пожалуйста, мое пожелание. Личная история. Да, личная история. Ну, я когда показал, говорю, Ваня, ты знаешь, что он говорит? Я знаю. Это фрукта спасателей Малибу. Я не знаю, как ее зовут, он сказал, но это спасатели Малибу. Ну, мы будем оставлять здесь вот эти фотографии. Я думаю, что мы найдем какую-то стенку для этого. Будем вот наше телевизионное кафе потихоньку заполнять вот такими вот фотографиями, которые кому-то дороги и, значит, будут дороги и нам. Спасибо. И еще у вас есть еще. И еще мы планируем, да, мы планируем в этой программе каждый вечер показывать людей и рассказывать о людях, которые живут рядом с нами. То есть это люди не обязательно известные, не обязательно знаменитые. Это люди, которые ходят с нами по улице, живут в нашем городе. Может быть, на нашей лестничной клетке, но мы их не знаем. А между тем это люди, которые тоже растят детей, мечтают, работают, любят, что-то делают. То есть вот мы будем рассказывать о таких людях, и вот каждый вечер, в вечернем Витебске будем их показывать. Все журналисты, все корреспонденты нашей телекомпании Витебска будут готовить такие сюжеты. Просто хочется, чтобы вот пробегая по улицам, у нас нет времени остановить мгновение, заметить тех, кто бежит точно так же со своими проблемами и заботами нам навстречу. Вот хочется, чтобы это мгновение остановилось, чтобы мы видели, замечали, с кем рядом мы живем. Давайте посмотрим. Давайте. Корове надо, она сейчас начнет взяпать. Ну так пока еще ничего не сформировалось, не сформировалась конфигурация потребная. Ну, пойдем. Ну, идите. Попа. Пойдем, догоним. Вот есть такие люди, которые все всегда успевают. Георгий Игоревич Казаков без сомнения относится к этим редким счастливчикам. В его родной деревне, как овчин Осенинского района, уже привыкли, что если он что-то пообещал, то обязательно сделает срок. Да еще с такой выдумкой и изобретательностью, что даже обычные гаражные ворота у него становятся эксклюзивными. Не дай бог, внучка услышит. Приходилось делать так, чтобы не громыхало. Сразу сделал металлический ролик, а потом пришлось резину ставить. Главные принципы изобретателя – удобство, функциональность, а еще лучше – многофункциональность. Все, что Георгий Игоревич придумывает и создает для своего хозяйства, для дома, сначала обсуждается на семейном совете. Ведь именно семья – самый строгий, требовательный и самый благодарный его заказчик. Вы технику видели, для чего он делает? Для того, чтобы это все побыстрее можно было дома делать, заниматься любимым делом. Да, он никогда нас не подводил. Ему интересно создавать, придумывать. И если что-то делает, то не просто мастерит, а творит. И как он все успевает? Семья, работа, хозяйство, дом, огород. При этом он еще находит время и для себя, вернее, для осуществления своей давней-давней мечты. В школе, в Смольянах в школе учился, там школа была прекрасная, учителя были прекрасные. Преподаватель этого труда был очень хороший человек. Вел у нас кружок авиамодельный. Ну а в 2005 году так случилось, что я встретился с дельтапланиристами. И все. На создание этого летательного аппарата ушло два года. И больше года на усовершенствование его аэродинамических качеств. Теперь за консультацией к нему обращаются даже опытные дельтапланиристы. Ведь его аппарат по многим параметрам и характеристикам превзошел производственный аналог. К тому же эта техника универсал. В воздухе это дельтаплан, а на земле аэросани. Ну, на трилы же ставлю крыло, отцепляю и все. Ну и можно ездить по окрестностям. В остальное полугодие холодное немножко скрашивает жизнь. Просто по лету фантазии мастера на земле стало маловато места. И он взлетел. И мог бы парить себе в небесах, да вот незадача. А летать вообще здорово, да? Вам хотелось летать? Ну, конечно, хотелось бы. Официально. За последние, по-моему, 10 лет ни одного аппарата не зарегистрировали. Такая установка. Но изобретатель не унывает. Он верит, что в ближайшее время добьется официального разрешения на взлет. И вскоре яркие крылья его дельтаплана развернутся над Сининской землей. Все-таки богата наша Витебщина на талантливых людей. Это благодаря им и наша жизнь делается ярче, насыщенней и интересней. То есть, в принципе, вот так вот любой человек, простой, обыкновенный, может стать участником такого вот сюжета. Совершенно верно. Спасибо большое. И еще мне хотелось бы поговорить с вами об одной вещи. Ведь наша студия телевидения обладает очень большим телевизионным архивом, которого, наверное, аналогов в нашей стране нет. Это правда. Это правда. Это так. Будем ли мы это использовать? Мы обязательно будем это использовать, потому что, ну, во-первых, это всегда, ну, на самом деле тоже, я опять возвращаюсь к той же ностальгии, но всегда очень приятно посмотреть, когда есть что вспомнить. Всегда очень приятно это еще и увидеть, не просто вспомнить. И могу вот к слову уже, раз мы начали говорить об архиве, сказать, что когда, ну, не сразу, как только я пришла работать на студию, чуть попозже, но все-таки, я так полагаю, что лет 10, наверное, назад мы ввели такую рубрику. Она у нас называлась «Этого кадров». Мы работали с архивами, мы сделали передачи с архивами. И вот тогда случилось для меня, вот как судьба называется, повернется, совершенно неожиданное происшествие. Вот копались мы в архивах, искали, что сделать, для чего сделать, из чего сделать передачу, и наткнулись на вещь, которую я никогда в жизни не думала, что я увижу и найду и вообще вспомню. Начну немножко издалека. Когда я училась в школе, заканчивала школу, и, значит, вот у нас должен был быть первый экзамен, это был экзамен сочинения. Тогда в мое время сочинение писали, теперь уже так, этого не делают, теперь дети по-другому ставят экзамены. Ну, да, мы тогда писали там громадное сочинение в течение там пяти часов, и вот нам сказали, все, дети, завтра будет первый июнь, торжественный день, экзамен. Ну, к нам на экзамен в нашу школу приходят там, бог знает какие, там проверяющие проверки там. Ну, в общем, дети, делайте, что хотите, вы должны быть все ровненько прийти, ровненько сидеть, писать, все, никакие шпаргалки, ничего такого, как вы будете писать, как вы будете сдавать, мы не знаем, мы все должны быть готовы. Ну, это был, конечно, траур, но у меня была такая одноклассница одна, которая сказала, я знаю, что делать, я знаю, что делать, моя сестра родная работает на студии телевидения. И мы поняли, что спасение придет. Мы пришли все в актовый зал, красиво там нас посадили, каждого за отдельную парту, все, там, телевизор включили, написали на доске название темы, значит, которые мы должны писать. Ну, а что делать-то? Писать-то надо, шпаргалки у всех есть, всем как-то надо работать, достать невозможно, комиссия сидит, там все пришли, все. И тут какая-то движуха, что-то происходит, и мы понимаем, что к нам приехала съемочная группа, эта съемочная группа приехала, понимать, как мы сдаем первый экзамен. Вся комиссия тоже там прихорашивается, чтобы все было как следует, значит, все хорошо. Честно говоря, я не знаю, достал ли кто-нибудь шпаргалки, потому что мы все, открывшие рот, конечно, смотрели вокруг, как выставляют свет, как там рядом с нами присаживаются операторы, как это все происходит. Нам было самим очень интересно, экзамены все сдали, все, конечно, все хорошо, все получили свои оценки. Но вот в моей жизни было вот такое событие, когда телевизионная съемочная группа приехала, ну, нас спасать не знаю, но нас снимать. Конечно, об этом я не вспоминала каждый день, но, в принципе, я об этом помню. Никогда в жизни я не думала, что я буду работать на этой студии телевидения, что так вот все повернется в моей жизни. И когда я потом, вот уже придя на студию, вот стала работать с архивом, и мы нашли эти черно-белые кадры, где даже есть и я, и мои одноклассники. И вот из этого мы сделали 10 лет назад передачу, ну, маленькую передачу, одну из цикла. И когда в этот раз уже хотели тоже показать, что-то искали, чтобы показать здесь, мы поняли, что и эта сделанная передача 10 лет назад, она уже тоже архив. И поэтому вот так вот интересно получилось, что вот я могу, я лично могу себя увидеть и тогда вот на видео, когда, ну, это вообще было удивительно, что нас сняли, и вот какой я была 10 лет назад, и вот сейчас. И, конечно, мы будем показывать зрителям все, что мы можем показать из наших архивов, все, что мы можем показать. И город, и нашу студию, и наши здания, и наши музеи, и у нас есть и военные кадры. Наверняка кто-то там узнает себя. Безусловно. И мы очень хотели бы, если кто-нибудь узнает себя на этих старых кадрах, пожалуйста, объявитесь. Нам было бы очень интересно поговорить с вами, вспоминать вместе с вами, обсудить какие-то вещи, о которых мы могли бы вот вместе поговорить, и сделать из этого какой-то хороший, хороший такой вот, хороший вечер. Я же помню, что когда-то по Ленина ходил трамвай. Есть и такие кадры. И такие, и такие видеокадры. Спасибо вам большое. Смотрим ретро-архив. Школа наша Витебская студия телевидения снимала много и давно. И, наверное, это неудивительно, потому что школа – это все-таки такое, нечто такое, что оставляет особый неповторимый след в жизни. И каждый из наших корреспондентов, конечно, в первую очередь снимал свою школу. Вот это школа моя. Средняя школа номер 10. И совершенно случайно получилось так, что когда я, будучи десятиклассницей, писала здесь выпускные экзамены, наша Витебская студия телевидения приехала в среднюю школу номер 10 снимать. Наша школа тогда была подшефной у студии телевидения, наверное, поэтому к нам приехали и снимали наш экзамен. Вот здесь, в актовом зале, мы писали сочинения. Первый экзамен. Сочинение по русскому языку 1 июня. Конечно, актовый зал тогда был другим. Стулья были убраны. Здесь вот было поставлено несколько рядов парт. Мы писали одновременно все классы, все параллели. За моей спиной стояла доска, нам ее сюда принесли. На ней писали темы экзаменационных сочинений. Вот тут стоял длинный-длинный стол. Он был накрыт красной скатертью. За ней сидели наши учителя. Приемная экзаменационная комиссия. И я даже помню, что были представители из РАНО. Мы волновались. Играли мы недавно с вами в классики. Промчались годы словно журавли. Сегодня мы уже десятиклассники. Товарищи, ровесники мои. Всегда мы будем помнить наши весны. Экзаменов бескровные бои. Нам с вами открывать и острова, и звезды, Провесники мои. Из этих стен ватагою веселую Уйдем вперед дорогою своей. Но будем вечно помнить нашу школу И наших дорогих учителей. Всегда мы будем помнить наши весны. Экзаменов бескровные бои. Нам с вами открывать и острова, и звезды, Ровесники мои. Нам суждено жить новой жизнью взрослую, Трудиться, ненавидеть и любить. Мы знаем, что упруги наши весла, И волнам никогда их не сломить. Всегда мы будем помнить наши весны. Экзаменов бескровные бои. Нам с вами открывать и острова, и звезды, Ровесники мои. Нам с вами открывать и острова, и звезды, Ровесники мои. Здравствуйте еще раз. С вами Вечерний Витебск. И когда мы смотрели со всеми здесь ретро-сюжет, Зацепились, стали вспоминать, И оказалось, что много людей, Которые еще здесь не работали, а были маленькими, Какое-то имеют отношение к Витебской студии телевидения. Кто-то здесь танцевал вместе с ансамблем детским. Нет, давай уточним. Вот Саша, например, здесь записывался, Будучи участником детского хора. Детского хора. Хора мальчиков. Да, да, да. Вот это человек, с которым хотелось бы поговорить, Это оператор-постановщик нашего проекта, друзья, Олег Черняк, вот, ты видел, как снимали раньше, Сейчас снимаем по-новому, новыми камерами, Новым оборудованием, в новой студии. Твои ощущения от нашего проекта? Да, эта студия, этот павильон, Он видел много разных декораций, Много разных камер совершенно разных поколений. Сейчас все по-новому, Но, я не знаю, может быть, я открою небольшой секрет, Павильон еще, декорации полностью не закончены. Студия вместе с нашей программой Вещеродительс будет развиваться. Развиваться будут появляться дополнительные аксессуары, декорации. Вот наш Ваня, который пока скучает. Кстати, скажи мне, пожалуйста, Это твоя заслуга, то, что я нахожусь здесь, В этой части студии? Я бы сказал, что это не только заслуга, Но и мое требование, Чтобы Ваню, Как человека немножко другого поколения, Современного поколения, Он сидит отдельно от интимной обстановки. Отдельно от взрослых, я понял. Да, отдельно от взрослых. Детский стол. Да, но именно потому, что ты находишься за компьютером, Ты находишься в интернете, Человек-интернет, человек-интерактивность. И самое главное, никто не видит, что у меня сейчас на экране. Ну, это потому, что я здесь сижу. Когда я со своей камерой свободной подойду сзади, Все увидят, где ты там во время эфира копаешься, Какой пасьянс раскладываешься. Раскрыл меня. Ну, вот как раз таки там, где сидит Ваня, В скором времени появится Весьма свойственную молодому поколению обстановочка, А именно барная стойка. Ну, тогда я точно себя буду чувствовать уютно. Чашечка с чаем, кофе, конфетки и так далее. Это будет уголок как раз для молодого поколения. И для его гостей. У тебя, я так понимаю, гости будут тоже, наверное... Вполне возможно, да. Мне есть кого пригласить. Ну, конечно, когда у тебя будет барная стойка, Я думаю, у тебя будет кого пригласить. И приятная новость, наверное, для телезрителей. Постепенно эта студия будет развиваться до полноценного кафе. У нас появятся столики. Почему нет? У нас, возможно, будет даже официант, который будет приносить чай, кофе нашим зрителям, которые будут находиться в этом павильоне за столиками. Осталось определиться с ценовой категорией потом этого кафе. Наша бухгалтерия будет в восторге, я думаю. Ну, теле-кафе, теле-цена. Спасибо, господин, за содержательную беседу. И, друзья, еще хотелось бы такую вещь сказать. Это у нас здесь телевидение на первом этаже, а на втором этаже у нас радио. И мы совместим два эти понятия, и по телевизору в программе «Вечерний Витебск» каждый день мы будем показывать, что творится в эфирной студии радио «Витебск». Вот прямо сейчас можно будет заглянуть туда, откуда голос раздается, а никого не видно. Вот теперь все будет очень хорошо видно. Давайте приоткроем эту завесу тайны. Рубрика «Бранч. Привет» – та рубрика, в рамках которой вы можете выражать свои мысли приветливого и поздравительного характера. Оформлять их нужно и можно в смс-портале с коротким номером 3-9-0-кодовым словом «Игра» и, естественно, в нашей официальной группе «Радио Витебск» ВКонтакте. Ну вот первый привет отправляется в адрес 404-й группы филологического факультета. Вы лучшие, а я прогулял пару. Ну, вы знаете, товарищ, в силу того, что вы пару прогуляли, и беспокоясь за вас, я не буду называть вашего имени, дабы вам не влепили платную отработку. Игорь Романовский передает привет Максиму Кулику, который едет из Лепеля в Витебск, приезжая еще хорошо погуляли. И еще один Игорь, но на этот раз Ковалев, отписался ВКонтакте. Привет Никоновой Марине, Зайка, я тебя очень сильно люблю. Ну, я надеюсь, что все слушатели первой волны нашего города очень сильно любят хорошую музыку. Такая будет совсем скоро. Проект «Дэскрипт» появится на нашей волне. «Бранч. Привет». Саша, у тебя в нашей программе есть конкретная рубрика, называется она «Попади в ТВ». Каждый день ты в торговом церкви Марка Сити, в простонародье пирамида, там играешь с людьми для того, чтобы они попали в телек. Что это? Ну, игра называется «Попади в телек», и она напоминает собой такой, знаете, аттракционно-набережный. Это такой стенд, на котором закреплены три мишени. Каждый из них представляет телевизор. Вот. Нужно в этот телевизор попасть мячом, дротиком или баскетбольным мячом. Вот. Собственно, поэтому один телевизор в форме кольца баскетбольного, другой в форме дарца, третий телевизор в форме футбольных ворот. Попадаешь мячом, попадаешь в телевизор и лицом своим. То есть можешь после того, как попал, передать привет по телевизору, поздравить друга, спеть песню, поцеловать красивую женщину, которая проходила мимо. Она обязана не отказать, обязана. Это в контракте всех случайных женщин прописано у нас на телеканале. То есть я понимаю, дорогие любители почитать стихотворения с открытых этих красивых скотятами, пожалуйста, можете выиграть и Саши в эту игру, и потом вот это вот «Сирене кусты» и «Небо голубого». Выиграть эту возможность. Да, выиграть возможность. Как бы абсолютно бесплатно, бесплатно, я это понимаю. Естественно, я даже могу на фоне поздравления сделать какое-то музыкальное оформление, типа... Та-дана, да-дана, я набираю Address. Ну, это... Спасибо, всё. И ещё, тебя надо отпускать, потому что ты спустился со второй этажа, у тебя эфир там прямой нравилось. С небес практически. Да. Это по будним дням. В выходные, не думаешь ли, просто подзаработать, напёрстки, ну, на этом месте. на перске я не умею шить поэтому вряд ли карты до карты но только географические это был александр коринман и давайте прямо сейчас посмотрим нашу рубрику попади в телек и увидим кто сегодня попал туда и жители нашего города благодаря саш молодые люди подходим принимаем участие очень простая игра можно засветиться по телевизору увидеть свое лицо своего друга все что нужно сделать это попасть в телек после этого вы сможете передать привет поздравить друга спеть песню рассказать анекдот станцевать нижний брейк все что угодно и вот друзья первый участник игры попади в телек здравствуйте как вас зовут роман роман очень приятно какую мишень вы выбираете есть ворота дарт и баскетбольное кольцо ворота как всегда у нас в беларуси все выбирают ворота а потом проигрывают 70 донецкому шахтеру и так внимание роман бьет поворотом ну что ж аплодисменты роман он попадает в телек давайте пожмем руки вы руки хотел пожать поэтому пожму 2 романа спасибо огромное вот будущее белорусского футбола друзья врата берите футбольный мяч вот отметка с которой нужно попадать и так под ваши бурные аплодисменты по воротам бьет будущее белорусского футбола практически александр глеб и попадает поддержим 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 целовать конечно целовать ваши ощущения как вас зовут марина ощутила поцелуй михаила и сегодня наши уважаемые телезрители смогут это увидеть и взять с этого примеры будут приходить сюда каждый день и целовать 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 витебску привет витебску жителям витебска всего хорошего хорошая погода хорошее настроение всего доброго здоровья главное это здоровье и чтобы все было хорошо аплодисменты михаилу и марин здравствуйте как вас зовут меня зовут тарик я из румынии вы из румынии вот у нас уже наша рубрика становится интернациональной сегодня тарик будет попадать в теле а можно засветиться на витебском на телевидении телеканал витебск предоставляют такую замечательную возможность попасть в теле все что для этого нужно это попасть в теле в прямом смысле у нас есть футбольные ворота есть дарт и есть баскетбольное кольцо что вы выбираете все выбирают у нас беларуси футбол и так румыния стартует пенальти пробивает человек из румынии друзья румынский футбол на телеканале витебск только что михаил михаил славный беларусь можно так сказать попал ворота а румыния промазал но что же делать у вас есть еще возможность попасть вот сюда баскетбол отличный отличный выбор поддержим поддержим участника это попадание прямо в кольцо заложил трешку практически теперь у тебя есть подходить сюда замечательная возможность передать привет поздравить друга спеть песню рассказать анекдот поцеловать мимо проходящую женщину пожаловаться на соседа на жизнь порадоваться все что угодно я передаю привет мои родители румыния аплодисменты участку игры попади в телек друзья не стесняемся подходим принимаем участие в теле игре попади в телек хочешь попасть в телек попади в телек и себя по теле экрану телеканала витебск если все девчонки в нашей стране будут стесняться то демографическое положение никогда и будет улучшаться поэтому у нас есть сразу две участницы которые хотят попасть в телек а в прямом и переносном смысле как вас зовут галя и лера это дуэт новый дуэт скоро вы о нем узнаете а конкретно сегодня в семь вечера в теле эфире вечернего витебска ну что ж куда будем целиться дарс ну давайте попробуем вот отметочка пожалуйста и так поддержим поддержим мимо мимо два в молоко одно попадание это значит что у вас есть возможность прямо сейчас вот знаете сюда передать привет ну что же я передаю привет городу минску потому что я оттуда всем своим друзьям мама я люблю тебя столичные гости в эфире телеканала витебск ваши аплодисменты теперь давайте разберемся с вами куда я хочу попасть давайте ворота давайте в ворота так начинался белорусский спорт именно с этих слов и так поддержим вот за вас за вас забила подруга это хорошо когда подруга за вас забивает остановитесь теперь сюда и вы можете воспользоваться этой замечательной прекрасной возможностью я уже про нее много рассказывал это передать привет поздравить друга спеть песню быть может вы хотите станцевать нижний брейк я не знаю мамочки свои любимые хочу ее поздравить тут недавно был праздник день матери она самая моя любимая дорогая я передаю привет очень сильно люблю мамуля друзья это была рубрика игра попади в телек завтра мы встретимся на этом самом месте в торговом центре пирамида естественно марка сити в народе называть пирамида правильно его называть марка сити завтра приходите сюда мы будем попадать в телек и попадать в телек спасибо александру за веселые кадры и в это время у нас появился в студии еще один гость это ксения смоловская сюша привет что у тебя чем пожаловала в данный проект добрый вечер саша добрый вечер уважаемые телезрители мне кажется что наша программа вот уже такая яркая познавательная веселая это наш телезрители поняли но мне кажется что наша программа обязательно еще должна быть светлой и доброй и вот собственно говоря вот это свет и добро мы будем приносить нашим телезрителям в том числе каждый вечер вместе с нашей программой в нашей программе будет рубрика которая называется надежда согласись это самое наверное сильное человеческое чувство намного сильнее веры и любви потому что может идти любовь может идти вера но надежда всегда остается и вот мне кажется что с помощью этой рубрике, возможно, наши телезрители тоже немножечко станут добрее, откроют свои сердца. Возможно, кто-то и станет богаче. А вот на что он станет богаче, вернее, на кого, мы можем узнать или посмотрим прямо сейчас рубрику «Надежда». От Ксении Смоловской сюжет про добро. Надежда. Она сильнее веры и даже любви. Ведь когда человек перестает верить и любить, он все равно продолжает надеяться. Владик. Светлый, добрый мальчик. Возможно, не по годам серьезный. Ему всего 10 лет. Он хорошо учится в школе, признается, что не очень любит читать, иногда ссорится с друзьями, но быстро мирится. Любит играть в футбол, собирать из конструктора разные фантастические аппараты. Полумашина, полуодка. Что значит, что она будет делать? Ну, может, и ездить, ну, летать в смысле, а не ездить и плавать. Скажи, наверное, конструктором хочешь быть, когда вырастешь? Не. Ученым. Ученым хочешь сказать? А ты хорошо учишься в школе? Бывают и плохие оценки. А какие вообще оценки бывают, расскажи. Ну, по человеку миру только были десятки и все. А по математике что? По математике там были девятки, восьмерки, там семерки, шестерки. Ну, восьмерки, девятки, семерки, ты очень хорошая, до шестерки тоже хорошая. Ну, и пятерки когда-то были. Владик живет в детском доме уже три года и очень ждет маму и папу. Мечтает о большой семье, о совместных прогулках, праздниках. По-мужски не договаривает, но достаточно заглянуть ему в глаза. В них бездонная надежда на счастье. Это когда ты живешь рядом с мамой, с папой. 7 октября у Владика был день рождения. Так случилось, что встретил он его в больнице. Не было торта со свечами, но его не было никогда. Я сейчас хотела бы тортик, свечка, то забываешь и загадываешь. У меня еще никогда не было такого. У Владика большое сердце. И если найдутся для него мама и папа, то он будет любить их больше всех на свете. Ведь он очень надеется, что будет кому-то нужным. Надеется, что будет праздничный торт и свечи. И он обязательно их задует, загадав только одно. Чтобы мама и папа всегда были рядом. Прошу от тебя здесь. Да. А чего бы я хотела больше всего? Учите. Ну а после такого сюжета остается добавить, что мы готовы помогать и тем, кто нуждается в сборе материальных средств. Поэтому находите нас в социальных сетях, добавляйтесь, мы обязательно пойдем вам на встречу. Конечно же, современное телевидение невозможно без рекламы. И в нашей программе «Вечерний Витебск» есть человек, который эту рекламу будет продвигать. Конечно, это будет немного необычно. Сам ничего не буду больше рассказывать. Встречайте Наталья Парфенова. Александр, присаживайся, пожалуйста. Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, какая роль твоя в «Вечерний Витебске». Саша, скажи, пожалуйста, ты любишь совершать покупки? Смотря какие, но в принципе да. Ну, большинство людей, 95% людей очень любят совершать покупки. Любят ходить по магазинам. Причем кто-то совершает незапланированные покупки, кто-то планирует. Но каждый из нас, каждый покупатель чем-то руководствуется. Не только тем, нужен ли ему данный товар. Но мы выбираем, где выгоднее, где дешевле, где... Ну, для кого-то важен бренд, для кого-то качество. Но в большинстве случаев нам важно, чтобы как-то это было выгодно. Так вот, для того, чтобы наши телезрители каким-то образом владели информацией, где какие распродажи, акции, поступления новых товаров и так далее, мы специально создали такой мини-проект, маленькую рубрику в программе «Вечерний Витебск» под названием «Ежедневник покупателя». То есть это в большей степени будет интересней покупателям? Однозначно, однозначно. То есть у нас в программе будут люди, ну, то есть давайте предоставлять свои товары, которые где-то дешевле и качественнее, опять же, лучше, чем у других, это понимаешь? То есть задача наших замечательных рекламодателей, да, наших предпринимателей, бизнесменов – заманить покупателя к себе. Но не просто рассказать о том, что мы есть, приходите к нам, и вам будет счастье. Нет, предложите покупателю, ну, какой-то более выгодный вариант. И причем это будет касаться не только какой-то одежды, да, или продуктов питания, это будет касаться абсолютно всего. Акции в салонах красоты, акции в каких-то кафе или ресторанах, акции или какие-то горящие туры, например, у туристических операторов и так далее. То есть мы принимать будем какие-то интересные сообщения, интересные объявления, интересные нашим покупателям, только если наши рекламодатели будут каким-то образом заинтересовывать нашего покупателя. Спасибо всем большое. Очень интересное предложение. С 27 по 31 октября Витебск посетит Гродненский областной драматический театр. Гастрольные афиши, две комедии «Рождение» Алексея Слоповского и «Эти свободные бабочки» Леонида Герша. 2 ноября на сцене драмтеатра «Бездань» спектакль поставлен к юбилею народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштеса. Постановка Павла Адамчикова, место диалогов и монологов занимает пластика. Выставка латвийского художника с грузинскими корнями Нукзара Паксадзе проходит в Витебском художественном музее. Друзья называют его человеком-праздником. Сам живописец уверен, что картина может изменить мир. Есть много чувств. Это чувство может заметить другой человек. Не знает, откуда. Но картина останавливает его, затягивает, задумывается, что этим художник хотел сказать. И художник ведет куда-то. Если в это время человеку какие-то мысли было и картина останавливало, обязательно изменит его к лучшему. Только там должны быть заложены именно доброта и энергия. Вот, чтобы человеку нужна энергия. Арт-центр Марка Шагала презентует работы Олега Крошкина «Шершеляфам». Областная филармония приглашает любителей органной музыки на концерт Йозефа Мельчицкого и Сюзанны Юц-Мельчицкой. В программе прозвучат произведения композиторов 17-19 веков. Две персональные выставки живописи Виктора Крука и Елены Поплыка представлены в выставочных залах Центра современного искусства. Витебский областной краеведческий музей представляет жизнетворчество Ильи Репина. В экспозицию вошли 289 почтовых открыток из частной коллекции краеведа и журналиста Аркадия Подливского. Первая открытка Репина была издана в 1897 году. И вот по наши дни издана примерно около 1000 открыток Репина. А здесь, вы видите, всего чуть меньше 300. Так что коллекции гораздо больше, конечно. Я еще раз хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. И сразу же после программы «Вечерний Витебск» у нас выйдет в эфир новости нашего региона. Саша, здравствуй. Поздравляю программу «Вечерний Витебск» с премьерой. Прямо сейчас мы готовимся к эфиру. И наши главные новости сегодня таковы. В северном регионе вышел в эфир первый областной телеканал, телеканал «Витебск». Семья Никончуков из Новополоцка стала семьей года Белоруссии, а витебские журналисты и милиционеры провели благотворительный футбольный матч в поддержку детей-сирот. Саша, тебе слово. А с нашими телезрителями мы увидимся в выпусках новостей. До встречи. Вот таким был для нас день 27 октября. Это была программа «Вечерний Витебск». Смотрите нас каждый день в 19.00 по будням. С вами был Александр Назаренко. Хорошего вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!